Здравствуйте! Сегодня я пришел в новый ресторан Рецептор, и с меня встречают два его совладельца, Александр Браиловский и Надежда Пак. Спасибо большое, что пригласили. На самом деле, очень приятное место. Это уже четвертый ресторан, кафе Рецептор. Судя по всему, раз он открылся, значит все три были успешны в предыдущем. Есть, были и есть. Покажите тогда. Сейчас пойдем на кухню, нужно одеть это чистый кухня. Это у нас здесь холодный цех, здесь готовят салаты, закуски. Это как раз у нас планшет, собственно, наша система ERP. Как жалко, что видео не передает запахи. Здесь у нас раздача, это наш шеф Александр Хосев. Здравствуйте! Вот, он самый главный на кухне, он направляет всем приготку, обучает людей и вообще рули. Рули с тем процессом. Да, это у нас дырчик. Дырчик суши. Самое быстрое, делается очень быстро, качественно. Ой, какая красота! Это корейское блюдо, тюрьминное, называется Аль Пап. Вот, попадается он с таким мисо-бульоном. Это мисо-корейский салат. Красотища. Так, товарное соседство не нарушено нигде? Ну, у нас нету мяса, поэтому, так как это раздача, это все быстро отдается. Поэтому все таким образом. Готовят чудесные птицы, смузи. Получается, что акцент на корейскую все-таки, да, кухню? Да, знаешь, у нас акцент на азиатскую кухню. Вот, азиатская, индийская. То есть, это такой, у нас тренд, ну, как здорового питания. Что я заметила, есть тренд корейской кухни. Вот, это приятно. Вот, видимо, нравится. То есть, видимо, надоело японское, надоело итальянское, вот, а корейское, как-то это вот интересно, да. Ну, вот видишь, у нас порции такие вот огромные. То есть, это тут, там, 700-700 миллилитров супа, такой наваристый, очень густой. Сколько стоит? Слушай, ну, у нас в районе 450 рублей стоит суп. Вообще, в целом блюдо в районе 450 рублей. Салат чуть-чуть дешевле какие-то. Вот, суп подается курицам, вот сейчас у нас, а вот, это здесь мису-бульон, это хедо-пап. Подается вот с таким сельским ком, это потом заливается все острое, снятик. Мы перенесли все процессы, которые у нас есть на кухне, в формат видео, подкрепили их в технологических картах. Это позволяет, ну, у нас девушка как раз в том зале занимается программой обучения баваров. Это позволяет нам обучать повара за 4-5 дней. Ну, давай угадай, у средней чек. Ну, угадай. Ну, 700 рублей. Ну, где-то так, да. Ну, понятно, да. Да, без алкоголя это действительно так, 700-800 рублей на средней чеке. Можно даже и поменьше поесть. Так, а сколько человек проходит через кафе в день? Мы считали месяц, да? Ну, вот мы проговорим про месяц, мы обслуживаем 12 тысяч человек приблизительно в всей сети. Ну, большая часть гостей, она как бы лояльная, что нам нравится. 12 тысяч, это с повторными? Да, конечно. Да. А чем большая часть людей, именно повторные гости, что нам нравится. Да, то есть, допустим, которые поплавали и возвращаются. А скажите, сколько стоит вот так вот оформить место так по-модному и красиво? Ну, мы уложили 7 миллионов. 7 миллионов, это так немало. Ну, это совсем, это все вместе, да? Ну, это и двойные аренды, которые устроены, да, залог первой части. Это стоимость оборудования, это стоимость ремонта, сработка, стоимость материала. Затем мы набираем сотрудников, мы их обучаем в это время. То есть, мы не можем взять нулевого сотрудника сразу, чтобы уносить себя. Порядка месяца, полутора месяца, и вообще нет. Мы, наверное, картина, кстати. Опа, красота. Картина и пиздец, да, все мои в этом пространстве. И какие планы по развитию? Какие? Ну, планы для себя, мы ставим очень амбициозные. То есть, мы сейчас готовимся к тому, чтобы сделать наш очень сложный бизнес более стандартизированным, способным к франшизе, а при этом сохранив ее качество, там, и атмосферу, которая у нас есть. Для себя мы внутренне ставим очень амбициозные цели, это сто заведений за 5 лет. И готовим полностью брендбук для того, чтобы, чем можем пройти, кого-то приняло, потому что молока лучше забрали. Мы поняли для себя, что объяснять много раз одно и то же очень сложно, и это зависит от человеческого фактора. Поэтому мы до себя приняли решение, что мы снимаем видео. Видео, которое начинается с самого начала, с приемки продуктов и заканчивается отдачей блюда. И таким образом мы привели обучение, то есть сократили срок обучения повара с полутора-двух месяцев до пяти дней. А сколько всего видов сырья есть? Кроме риса. Ну, риса я понимаю. Я могу сказать, какое количество блюд у нас в меню? 92. 92. Я думаю, что ингредиентов 300, наверное. Я думаю, что их различные. А какая норма считается выручки в день одного ресторана, чтобы он считался успешным? Это зависит от аренды, зависит от зарплаты зарплаты, зависит от площади, потому что на площади в определенное положение, где это как и не на временные, так и на временные. Здесь, мы только открылись, да, здесь средние, короче, ну, я тебе скажу себе, средние там 50-60 тысяч, это мало сейчас. Буду сейчас по-моему раскачиваться. Наша сейчас задача раскрутить выходные. Мы сейчас работаем на выходные, мы работаем немного, но видим, приходят. Вот, для посетителей, потому что есть компании, которые работают и выходные, и для посетителей, и для каких-то мероприятий, которые работают, для манкетов. Выглядит так, у нас это стоит на входе в виде айпад, и человек, когда приходит, у нас в облачок сразу попадает данное о приходе и уходе. Вот мы можем видеть, когда этот человек приходил и уходил, да, таким образом мы решаем вопрос посещаемости, у нас нет посещения, у нас люди не опаздывают. Вот, таким же образом у нас построено там тестирование персонала ежемесячно, ну, все процессы, которые можно, мы себе наслажды. Люди не считают, что это такой большой брат? Не обижаются? Нет. Вообще? У нас, мало того, даже прекратились в целом разговоры по поводу опоздания, если раньше мы разговаривали с конкретным человеком, а почему ты опаздываешь? Сейчас таких вопросов просто нет, потому что нет человеческого фактора, чувствуете, считая системой, и люди не опаздывают. Не понимаете, у нас опознание стоит на минуту 10. Да, ну, если хочешь опаздывать, пожалуйста, на здоровье, да? Да. Ну, а ты понимаешь, что данные, они вот как бы минуточка в минуточку, и придраться некой чем-то. Вот 11.30 приходят, вот они все... Ну, если честно, я бы купил себе сегодня еще один час с нас за 600 рублей. Ну, некоторые так и делают. Вот февраль, но уже тепло, и мы находимся около входа в кафе-рецептор. Оно открылось буквально недавно, пока еще разгоняется, да? Да, да, да. 50-60 тысяч рублей пока выручка в день. Угу. До какого уровня будете разгонять? Ну, это большие планы, да. Хорошо. Ну, в два раза мы хотим загнать в кафе-рецептор. Ага. Ну, это не так много осталось уже. Ну, да. Да, половина пути пройдет. Это немножечко отдельная модель под это помещение, да? Оно у нас сразу в нескольких возможностях задействовано. Первое, ну, здесь бизнес-центр заканчивается работа 7 часов вечера, значит, после вечера мы можем делать что угодно. Это может быть праздники, дни рождения, там, банкеты и так далее. Это отдельная история, да? Там, тренинги, к тому же у нас есть еще, мы открываемся здесь, как самый ленивый, 12 часов дня, да? То есть люди, как бы, мы еще не запустили завтраки. И помимо этого мы еще будем использовать это помещение как цех. То есть мы будем ночью делать заготовки на все остальные заведения. И с утречка разводиться свежее. Потому что нагрузка у остальных рецепторов в 2-3 раза больше. Ну, да. Ну, то есть мы в любом случае, как бы, воспринимаем развитие, как всегда пробовать новые возможности, да? И изначально мы подстраховались от каких-то возможностей. То есть там другие рестораны, они уже в 3 раза больше обслуживают, что ли, получается? А ты не был, да, у нас в Большом Козитинском? Я не был, мне стыдно. В Большом Козитинском, да, это наш самый большой рецептор, и там все хорошо. Ну, потому что мы там работаем с утра до вечера, да? А здесь, посчитай, мы работаем только 3 дня. Чуть больше, да? 2-3. Ну, чуть больше, да. Ну, и Козитинский, это патриарши, это такой район. Такой маленький Лондон, конечно, очень красивый. Или даже Ливерпуль? Мы 3 дня кормили людей бесплатно. И здесь просто был фул. Люди ругали за места, но было классно. Ну, вот такой вот мы не умеем делать маркетинг, но это был такой вот, скажем, как круто у тебя думали. Нет, подождите, если бренд-рецептор уже даже я знаю, значит, вы умеете делать маркетинг все-таки? Ну, то есть мы это не делаем специально, не допланировано, мы не умеем пиариться вообще абсолютно. Вот, то есть мы как-то это делаем вот сами по наите. Вот как получается, так и делаем. Ну, давайте, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока.